Салют дорогие зрители, с вами Джофф и это новые ответы разработчиков, передача которая вам рассказывает о последних новостях в Аддов Тэнкс и интересных ответов наших разрабов на различные интересные вопросы наших игроков. Итак, пристегивайте ремни и мы начинаем. Поехали! И начнем сразу с печального. У Шторма спрашивают. Дядя Миша, в этом патче опять снаряды сквозь танк пролетают. Сунул ствол в ИС-6, выстрел и мимо. Сделал скрин. Видно, что трассер прошел сквозь танк и взрыв моего снаряда. Реплея к сожалению нету. Что вы можете сказать по этому поводу? Шторм ответил. К сожалению, да. Видимо, ребята, ко всем предыдущим багам в этом патче добавился еще баг с пролетанием сквозь танк. До этого я слышал, что такое бывает только с артой М53-М55. Мол, там у нее тоже есть какая-то дырка, потому что неправильно собрали коллижен модель. А тут оказывается вообще есть баг с пролетанием сквозь танки вообще все. И это, конечно, ребят, очень печально. Дядя Миша, скажите, пожалуйста, а правда, что в патче 9.5 будет порезан ДПМ премиумной ПТ Германии Е25 с 2700 единиц урона в минуту до 2300? Так это или нет? Шторм отвечает. Нет, нерфить эту ПТ мы не будем. У Шторма спрашивают. В момент засвета одновременно множество противников бывает резкий провал ФПС на несколько секунд, вплоть до потери управления танком. Это проблема из той же оперы или у меня просто видеокарта не очень хорошая? Шторм отвечает. Или диск медленный, долго модели грузит, иногда немного помогает дефрагментация. Вот тут, ребята, я хочу не согласиться со Штормом и сказать, что у меня игра стоит на SSD, что у меня еще достаточно неплохая карточка GeForce 670, что у меня, в принципе, хороший процессор i7-3770K, и у меня тоже, да, при каком-то одновременном засвете там 10-15 противников, тоже бывает даже не просаживание ФПС, а просто небольшой фриз, я бы и так это назвал. И действительно такое есть. И вряд ли это зависит от моего компьютера. Думаю, что на компьютере того же вспышки, у которого там последний процессор, слай из 980-х и прочие ништяки, будет примерно та же картина. Так что тут надо это смотреть разработчикам и поправлять это надо тоже им. Еще у Шторма спросили по поводу премиум танка Т-34-85М. Мол, с евросервера слили инфу о том, что будет новогодний марафон на него, и у него типа спросили, а на РУ-сервере тоже будет новогодний марафон на этот премиум танк? Шторм отвечает, что-то я смотрю план акции на РУ на декабрь и не вижу там такой задачи. Что бы это значило? Марафон на НГ будет, но танк будет другой. Шторма уточнили. Пока не покажешь нам свой хитрый план, мы не поверим. На что он ответил. За анонсом ближе к 15 декабря. То есть, ребята, уже 15 декабря мы будем знать, какие интересные акции и какие-то новогодние марафоны будем иметь уже к Новому году. И какой сможем на халяву получить танк за свое задротство. У Шторма спросили про Мауса. Вы считаете его бронированным, оставляя ослабленный НБЛ и надгусеничные полки, при этом зашивая лоб и НЛД тапка? Шторм ответил. Маус был в железе. Отсюда и его бронирование. Вот тут, ребята, я хотел бы заметить, что у нас в игре, при всем при том, что есть многие танки в железе, есть и многие танки, которые были в железе, но специально занерфлены, потому что они, ну, очень сильные. Как пример, тот же ИС-7, который тянет не на 10 уровень, а прямо на 11 уровень, потому что обладает просто невероятной лобовой броней, хорошей динамикой и офигенной пушкой. Но, чтобы как-то натянуть его именно на 10 уровень, разработчики сделали ему плохую проходимость, там кое-где еще порезали, пушка косая и так далее. Что хочу сказать? Хочу сказать, что ради нормального баланса, ради нормального геймплея, какие-то даже уже существующие в железе танки, все равно можно немножечко подтянуть, хотя бы какими-то игровыми средствами. Например, на те же щеки Мауса можно навешать экраны. Да, неисторично, да, неправильно, да, историки и немцефилы, может быть, даже Морозор будут бадхертить, но, блин, это хоть как-то прибавит Маусу живучести и его перестанут шить кумулятивами прямо в щеки или в НЛД или прямо в те же надгусеничные полки. То есть, одно дело историчность и красота, совсем другое дело нормальный геймплей, я так считаю. Кстати, дядя Миша, у вас там в списке будущих задач ввод Т-35 скоро? Шторм отвечает, на 2015 год планов таких пока что нет. Еще Шторму задали достаточно интересный вопрос. Дядя Миша, а вы на работе хоть раз людей били? Шторм ответил, максимум, кричал, и то в скайпе. Вот такие вот миролюбивые люди работают в варгейминге, даже никого не бьют и не приковывают наручниками к батарее. И еще вопрос Шторму про новую физику. Она может дать что-то положительное в плане баланса, или вы будете пытаться сделать только косметические правки в геймплей? Шторм ответил, физика даст лучшую динамику, меньшие потери скорости на холмах, при горочках, мелких препятствиях и при закручивании танков, что вполне может повлиять на баланс. То есть, ребята, исходя из ответа разработчика, я так понимаю, что новая физика движения танков, прежде всего, очень сильно повлияет на легкие и средние танки. То есть, можно будет легче крутить, выплясывать какие-то виртуозные там повороты и так далее. То есть, легкие танки будут легче закручивать, средние танки тоже будут легче как-то закручивать и играть в динамике. Также у Шторма спросили, а физика, наверное, тоже задержится, как и Хавок? Шторм ответил, физика задержится по той же причине, что и Хавок, новый Биг Волд. Сначала интегрируем новый движок Биг Волда, потом все остальное, иначе можем погибнуть под лавиной багов. Хавок, к сожалению, завис в FPS. Работаем. То есть, ребята, как я вам и говорил, Хавок, в принципе, вроде бы готов, но FPS при его использовании такой низкий, что разработчики пока что просто не решаются его вводить. Также у Шторма спросили по поводу ИС-7. Почему один из самых старых танков в игре никогда, за исключением максимальной скорости, не апали? Сделайте хоть что-нибудь с ним. Добавьте хоть чуток динамики или комфортной стрельбы увеличьте. Максималку он набирает только с горки на Малиновке или Северо-Западе, а в среднем едет плюс-минус 30-40 км в час. Шторм отвечает, если он будет по динамике как СТ, то тогда зачем нужны будут другие СТ? Не апаем, так как по статистике более-менее в порядке все с ним. Игроки ему заметили, что, мол, есть Объект 260, который как бы якобы прототип ИС-7, но при этом катается намного лучше и при этом имеет пушку лучше и броню неплохую. Шторм ответил на это. Объект 260 спокойно пробивается ровно в середину башни. Не знаю, ребята, как там насчет середины, но Объект 260 действительно более картонный, чем ИС-7 и сравнивать броню ИС-7 с 260 просто никак нельзя, потому что на 260 меня в лоб в НЛД, во-первых, более огромные пробивали все, во-вторых, меня допробивали даже в ЛД, что на ИС-7 представить себе достаточно трудно, туда разве что ПТ-СА у 10 уровня пробить могут. Так что действительно это два разных танка и если у ИС-7 есть офигенная броня и броня башни, то у Объекта 260 есть хорошая пушка и динамика. Кому что нравится. Кстати, а вот вопрос Шторму по поводу новой мини-карты, которая ведется в патче 0.95 от самого Варгейминга. Вопрос. Подписи на мини-карте лучше оптимизированы, чем в XVM? Шторм ответил. Должны быть. А что там с нерфом обзора? Вроде хотели в 9.5 или нет? Шторм ответил. Сильно позже. Никто не обещал в патче 9.5. Пока что идут эксперименты. Премиумную пантеру 88 так и будет к десяткам кидать? Шторм ответил. Да. Долго обсуждали, решили так оставить. Вот этого, ребята, я совершенно не понимаю у разрабов. Ну да, пантера. Ну да, 200 пробития. Ну да, еле-еле ездит. И при этом кидает к десяткам. Почему, ребята, тогда того же ФЦМа к десяткам не кидает, а у него порезанный уровень боев? Хотя у него пушка примерно такая же. То есть тоже там 212 пробития, хороший урон, там так себе ДПМ, но в принципе пробой есть, динамика есть, разве что размеры большие. Непонятная логика. Как по мне, премпантеру тоже надо было с порезанным уровнем боев оставить вот с такими ТТХ, вот и пусть она себе катается. А с десятками и с 200 пробоя, ну это то же самое как ФЦМ, да, с десятками и со своим 212 пробоя и большими размерами. Ну, не понимаю логики, потому что танки очень близкие по ТТХ, а уровень боев у них разный. У ШТОРМа спросили. По поводу исправления некоторых неровностей рельефа на картах Рыбацкая бухта Перевала Виндсторм. Что там произошло? Началась операция утюжок? ШТОРМ ответил. Началось. Уберем несколько насыпей. Также у ШТОРМа спросили по поводу удаления карты Северокурск. Дядь Миш, а чё это вдруг её убрали? Дисбаланс по респам или просто сильно много негатива по карте? ШТОРМ ответил. Карта неудачная. Будем потихоньку удалять такие. Но тут, ребята, я со ШТОРМом полностью согласен. Карты типа Скрытой деревни и Северокурска надо нафиг удалять, потому что они коридорные и, боже, даже в отличие от ругаемых Сталинградов и Харьковов, там вообще просто непонятно, что делать на некоторых танках. Типа борща, лёгких танков или, возможно, каких-то совсем небронированных потасау и небронированных тяжей. В общем, печальные карты на самом деле. На этом, дорогие зрители, у нас все интересные ответы разработчиков на сегодня. Жмите лайк, если вам нравится эта передача и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Чао, какао! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok